Девочка-пай 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 В Сирване вокруг тебя столько молодежи. Как тебе вообще этот турнир? Я вижу, что турнир очень хороший, на высоком уровне проводится. Я думаю, что с каждым годом он будет все лучше и лучше. В честь Магомеда Ибрагимова, нашего друга, старшего брата, товарища нашего, проводится. Я думаю, что этот турнир с каждым годом все лучше и лучше будет проводиться. И в этом году тоже много таких крепких, хороших ребят, молодых, которые уже показывают надежды на будущее. А категория 96, которые выступают взрослые, как она тебе вообще? Ну и в 96 единственная категория, в которой выступают взрослые ребята. Тоже большая конкуренция, все ребята хорошие. Я думаю, будет на что посмотреть. Спасибо. Рамазан. Здесь председатель городского спорткомитета. Пока вот мы сейчас официально приступим к награждению, я бы хотел, чтобы всех вас, вот в присутствии вот этих наших гигантов на 96 килограмм, поприветствовали. От имени городского собрания, депутат городского собрания, поднимать, пожалуйста, на секунду. Рамазан. Дорогие, уважаемые участники сегодняшнего турнира, разрешите мне от имени председателя депутатов Махачкалинского городского собрания поздравить вас с успешным проведением сегодняшнего турнира. Турнира на призы серебряного призера Олимпийских игр Афины 2004 Ибрагимова Магомеда Абдул-Макминовича. Надеемся, что сегодняшние мальчишки, которые принимали участие вот в этом турнире, из них вырастут олимпийские чемпионы, такие как Магомед Ибрагимов. Желаем вам дальнейших олимпийских спортивных побед. Не случайно сказал олимпийских, дай бог, чтобы все были олимпийскими чемпионами. Я хочу также представить слово председателю городского комитета спорта, нашему другу Исламу. Я вам хочу сказать, что этот человек, который один из таким очень отзывчивостью, очень таким чувством ответственности и вот такого желания помочь этому мероприятию относится и к первому турниру, и особенности к второму турниру. Слава Богу! Дорогие друзья, уважаемые цельчане богатыревки, гости, спортсмены, участники сегодняшнего мероприятия, также судьи, тренера, всех приветствую на таком празднике, празднике, который подарила семья Ибрагимовых, мы сегодня увидели прекрасное зрелище в селении богатыревки. Я думаю, это мероприятие будет набирать свои масштабы и в дальнейшем станет не только республиканским, но и международным турниром. Также, друзья, вам, всем селчанам желаю процветания, всем спортсменам успехов, чтобы вы могли только собираться на такие прекрасные мероприятия. Удачи всем! Курамагомед, ты являешься одним из гостей этого турнира на призы в серебряном призором Олимпийской игроке Ибрагиму Магомедову. Магомед Ибрагимову, как ты вообще уровень масштаба наших молодых ребят? В принципе, я самый большой сторонник таких турниров, которые ребята... На самом деле, такой прекрасный турнир. И все ребята, которые... Каждые ребята, которые достойно выступили в свое время и даже еще действующие спортсмены, я всегда говорю, чтобы проводили почаще таких турниров в каждой местности, в каждом районе, в каждом селении. Потому что отсюда и начинаются все первые шаги, которые мы сами начинали с таких турниров, набирая эти опыта. И чтобы когда вот внимание, то внимание, когда на самом деле им здесь уделяют какие-то... И они появляются дух ребятам. И дальше у них начинается спортивная жизнь. Поэтому, чтобы организаторам... На самом деле, на большом уровне надо провести такие турниры, потому что организаторам огромное спасибо, что провели. Я думаю, ребята, которые здесь борются... Сейчас, которые... Я сам начинал 28 килограмм. Как раз я смотрю, они так и борются. Вот, может быть, в течение 5-7-10 лет наше будущее здесь, на самом деле, чтобы они достойно держали флаг и имя дагестанского и российского спорта. Вот, чтобы... Пожелать хочу им удачи, счастья, ребятам, наши молодожи. Чтобы чем на улице где-то ходить, бездельно заниматься лучше. Не обязательно, чтобы борьбой именно. Любой вид спорта можно заниматься. Кто хочет разбираться, у кого какие разборки, можно достойно выступить. И вот, чтобы все проблемы мы решали на ковре и на ринге. Поэтому участникам желаю дальнейших успехов. Ребятам, людям, нашему Магомеду, который проводит... На самом деле, он очень спокойный парень, который достойный не только таких турниров провести, еще на большом уровне достойный он сам Магомед Ибрагимов. Потому что второе место на Олимпийских играх, это не... Любой знает, что это на шутки. Поэтому вот их семья спортивная семья и Марат, который борется, младший брат, братечка, большие надежды у него, чтобы он дальше, чтобы себя показал хорошие результаты. И отец очень болеет за детей. Очень спокойная семья. Хочу, чтобы таких... Когда отец сильно душу вложит ребенка, сына, она на самом деле, хоть рано или поздно, все равно она... Любой это видит, что как он ездит, отец на соревнования, болеет за своих детей. Чтобы каждый отец... Я хочу, чтобы за каждым своим сыном смотрел, болел за него. Я думаю, что те усилия, которые отец вложит в сына за какое-то время, 5, 10, 15 лет труда, обязательно она откликнется. И он достойно выигрывает все соревнования. Так что спасибо вам большое, что пришли, взяли нас в интервью. Потому что то, что мы говорим, это можно целый день говорить. Это скажет, чтобы парень слушал и достойно вел себя в дальнейшем. В Весе, где боролся Магомед Ипрагимов, за выход в финал борются борцы оба мастера спорта, Магомед Рамазанов, Рамазан Магомедов с урожая. Это за выход в финал. Их осталось трое, они все вместе с собой поправиваются. И поэтому первую схватку завыкнула в игру Магомеда у Ахмеда Шемеля. Сейчас вот эта схватка решает, кто из них будет бороться за первое и третье место. Если Магомед Рамазан выиграет, то он будет с Ахмедом за первое и третье, Магомед становится автоматически вторым. Первый период за Рамазаном Магомедовым. Он, контратакуя, выиграл выигрышный балл. И первый период закончился его пользу. Сейчас Магомед будет стараться во что бы ни стало отыграть. Вот он прошел ноги. Это его корольный прием. Но Рамазан успешно защищается и старается оставить соперника под собой. Но неделю назад они оба боролись на первом с Южным федеральным округом. Магомед занял первое место в весе 96 килограммов, а Рамазан был третьим призером в весе 120 килограммов. Вот сейчас Зану еще попытка Магомеда, она безуспешная, но при этом балл выигрывает Рамазан Магомедов. И скорее всего это его выигрышный балл. Ну осталось где-то минуты, секунд 30-40. Вот еще Магомед на выигрышном не останавливается, делает свой корольный прием, значит растяжку за дальнюю ногу. Ну не знаю, дадут два балла, не дадут. Судя под солнцем перегревшие. Еще третий остался у них. Вот сейчас Магомед будет использовать свой последний шанс. Если он сейчас балл отыграет, то период останется за ним. Еще будет оппонентен третий период. Ну Рамазан, борец более опытный. Он, наверное, не допустит того, чтобы он взял ногу. Вот он, Магомед делает еще одну попытку в противную ногу. Но Рамазан успешно его контратакует и еще выигрышный балл. Это уже победа. Это уже победа. Магомед занимает второе место. Магомедов сейчас. В следующей схватке встречаться будут Ахмедов Шамиль и Магомедов Рамазан. Борба за первое и третье место. Они оба выходят из Чародинского района, где, как и всегда, боролся Магомед Ипрагимов. В прошлом году выиграл в этом месте Джамалдин Магомедов. В этом году вот выиграл очередную схватку Магомед Рамазанов. Турнир, конечно, как всегда у нас в Дагестане проходит в такой интересной борьбе. Маленькие дети, начиная с 28 килограмм и дальше. Это, конечно, и для популяризации, и для того же повышения уровня мастерства, детей и так далее. Очень, как говорится, зоро проводятся такие турниры. Ну и тяжелый вес, 96, ступаться, это абсолютно весовая категория. Где 96, где Ипрагим Магомед боролся. Само собой, даже я так смотрю по уровню, как малый чемпионат Дагестана. Есть визеры Дагестана по молодежи, по взрослым. И я думаю, что интересная борьба будет. Поэтому я только проведу вот такие соревнования по селам, районам, где ребята набираются опыта, соревновательного опыта. И, как говорится, нам интересно посмотреть, как они растут и чего добиваются. Вот начался второй период. От этого периода будет все зависеть. Рамазану надо, чтобы не стало, взять балл, а Шамилю не дать. То есть, если он этот период выигрывает, Шамиль становится чемпионом. Шамиль понимает, что за ним сложная задача. Но не знаю, как он с ней справится. Ну, Рамазан 4 дня назад отборолся на чемпионат Южного федерального округа. Приехал от уставшей. Но, тем не менее, он решил здесь выступить. Посмотрим, как он здесь покажет себя. Атака Рамазана не доходит до конца. Все, Рамазан выиграл второй период. Посадка и балл. Посадил балл. Конечно, да был. Голой коснулся он. Еще накат был, да. Продолжение следует. Третий период, 6-0 выиграл Ахмедов Шамиль. Итак, явным преимуществом сладко выиграл Ахмедов Шамиль. Сейчас будут посчитать их технические баллы. Альбик Мурадович, как вам вообще уровень этих соревнований? Очень приятно осознавать, что эти соревнования проходят именно в год молодежи, который объявлен президентом таковым. И он уже становится традиционным. Дело в том, что в прошлом году стартовал этот турнир. В этом году второй раз он проводится. И я надеюсь, что он станет регулярным, традиционным. Он будет сплачивать молодежь. Он будет способствовать физическому развитию наших молодых спортсменов. И, кто знает, может быть, как раз сейчас на ковре и борются будущие олимпийские чемпионы. По-вашему, это, наверное, не все люди, которые собираются. Хотелось бы побольше людей участвовать, да? По-вашему, это в дальнейшем турнир можно сделать международным? Мне бы очень хотелось, чтобы этот турнир стал международным. Таким, как именно турнир Али Алиева, другие международные турниры. Лиха беда начала. Вот наш серебряный призер, земляк Магомед Ибрагимов. Естественно, он тоже, наверное, начинал в таких вот условиях, когда не было возможности регулярных тренировок, не были созданы комфортные условия. Он, естественно, нашел в себе возможности добиться больших успехов и на европейских турнирах, мировых турнирах. Он стал и серебряным призером Олимпийских игр в Афинах. Поэтому, если создать все условия для организации, если создать условия для самих проведения соревнований, тренировок и сделать соответствующую пиар-компанию, мне кажется, что этот турнир может и в дальнейшем носить не только республиканский, региональный, но и межрегиональный, федеративного значения турнир. И будем надеяться на то, что он поднимет статус физической культуры, спорта и, в частности, вольной борьбы, которая культивируется в Дагестане. Ваши пожелания участникам этих соревнований? Естественно, каждому участнику я хотел бы пожелать удачи, успехов, победы. Но Олимпийский тоже девиз. Важна не только победа, но и участие. Может, сегодняшний участник быть просто за пределами призеров и победителей. А кто его знает, может быть, сегодня его возможности возрастут. И на следующий турнир, я надеюсь, эти молодые ребята получат соответствующие и призовые места получат. Получат призы от организаторов, спонсоров. Хочу сказать, что вот такая обстановка сейчас добрая, доброжелательная. Она обеспечена, прежде всего, хорошей организацией. И администрация города, и комитет по делам молодежи, спорту и туризму, а также городское собрание тоже приняли активное участие в организации этого спортивного праздника. Спасибо. Удачи, успехов вам. Удачи, успехов вам. Удачи, успехов вам. Какую оценку турниру дают? Турниру дают очень хорошую оценку, очень прекрасное мероприятие, чтобы почаще эти мероприятия не проводились не только на низменности, и наверху там, и в горах, и чтобы нас тоже приглашали, чтобы мы своих спортсменов тоже могли привезти, участвовать и обязательно выигрывать тоже. Музыка. 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 Магомед, это уже второй турнир на твоей призыве. В целом, как ты остался доволен, как он проходит? Музыка. 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 И, можно сказать, каждый второй мастер спорта, ребята действительно хорошие, приятно на них посмотреть. И очень хочу поблагодарить даже их самих, что они приняли участие, поддержали и их тренировок, и вообще судей, как бы говорится, всех, кто принял участие. Очень хорошо получается. А, Магомед, а кто вообще помогал в организации этого турнира? Ну, конечно, в первую очередь, это мой отец, он действительно, как говорится, на сегодняшний день, если говорить обо мне, мне реально тяжело было бы, конечно, взять на себя эти все финансовые расходы. И действительно, он подключился, он организатор, главный спонсор, что ли. Ну, и, конечно, наверное, руководство тоже нашего города, Саид Джапарович тоже, я как знаю, у его отца был с ним разговор, это все телевидение, все эти моменты, как бы, они тоже подключились, приглашали сюда. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить своего тренера, Анвара Магомеда Гаджиева, который, вот, сами видите, активное участие принимает. И, действительно, с утра уже здесь он, и большое ему тоже спасибо. Магомед, в ближайшем, в следующем году мы увидим этот турнир в ранге международного, по-твоему. Сюда могут уже приехать люди с Азербайджана, с Узбекистана, со стран, где ты выступал, из других стран? Ну, что касается следующего года, мне кажется, это будет, может быть, чуть скоротечно, и, возможно, это чуть тяжело будет. А что касается регионального турнира, мы будем, я со своей стороны, и отец, конечно, мой, будем совершенствовать турниры. Вы, наверное, знаете, что в прошлом году у нас призовой фонд тоже был немного менее. Сейчас мы подняли столовом более 10 тысяч за первое место, в тяжелом весе 7 тысяч за второе, за третье. И сувениры, хорошие памятные футболки с моими портретами. Ну, и, естественно, нас, что касается следующего года, постараемся еще лучше его провести, еще более серьезный состав постараемся сюда подобрать, что ли. Ну, будем совершенствовать, будем улучшать его. Во всяком случае, иншаллах, из-за того, что одна зависит, будем все делать. Вот, Магомед, я вижу много ребят, по-твоему, кто из них сможет в ближайшем будущем повторить твой успех? Вот, на мой взгляд, смогут, да. Вот я вот посмотрел, особенно, вот я, конечно, больше внимания уделяю своему весу, где я боролся. Вот хотелось бы выделить Ахмедова Шамера, действительно молодой, очень перспективный парень. Вот Анваров, ученик Рамазан, тоже хорошо отборолись. Вот ребята Шоусема очень хорошо отборолись. Ну, естественно, у них есть реальные шансы, и не только вторыми статусами на Олимпиаде, а даже первыми. Ну, естественно, надо трудиться, это огромный труд, конечно, надо работать над собой. И, что касается, если здесь, и даже им не удалось здесь стать чемпионами, им не стоит расслабляться, наоборот, сделать соответствующие выводы. Даже говорят, вот иногда проигрыш, они больше пользу дают. И человек больше растет даже, как спортсмен, потому что он анализирует, делает выводы, еще больше трудится, больше тренируется. И, естественно, как говорится, на всю волю Аллаха, но и от них тоже, конечно. А вот, Магомед, ты не жалеешь о том, что завершил карьеру так рано в таком молодом возрасте? Ну, если говорить откровенно, я, конечно, не собирался ее завершать. Так получилось, что мне пришлось, я вынужден был на какой-то период времени ее оставить, потому что у меня была серьезная травма, у меня образовался тромб на руке. Естественно, были врачи, которые вообще сказали, что вообще спортом нельзя заниматься, даже не только профессиональным, но и любительским. Ну, что делать, я поддерживаю себя. Сейчас, вы, наверное, знаете, любители спорта, у меня младший брат тренируется и уже подает какие-то надежды. Я, когда он здесь был в Махачкале, с ним работаю, его готовлю. И надеюсь, что тех ошибок, которые мне довелось, допустить, он их не совершит. И я думаю, у него тоже реальные шансы есть больших высот добиться в спорте. Спасибо, Магомед. Магомед. А теперь, кубок. Кубок и почетной грамотой Погнаждается команда занавшая первое место. Это школа «Богатыревка». Мага, подари, подари, подари. Давай, давай, давай.